Всем привет, с вами Ети и в данном видео я проведу тестирование, сравнение умных весов, домашних напольных, причем трех производителей, которые могут якобы вычислять процент жира, количество мышц, костную массу, в сравнении с биомпедансом. На данный момент это будет максимально корректный эксперимент, постараюсь его сделать таковым, поэтому я сходил на биомпеданс, давайте посмотрим как это происходило. Как вы думаете, могут быть в весах за 3000 вот такая технология устроена? Там только наружу, там немного они будут отличаться. А, потому что они только внизу. Да, теперь смотрите, у нас они отличаются еще, есть стандарт фигуры, есть атлет. Вы сколько раз они были снимались? Три-четыре. Ну, возможно, и в атлеты записать, но это, конечно, гораздо больше тренировок должно быть. А, типа, считается, каждый день надо тренироваться? Ну, много больше, да. Давайте сделаем это и другое. Ну, давайте. Я готов две платить, не знаю. Нет, вот сделаем не из этого. Так, сначала стандартный рынок был. 24, да? 24, 191. Сейчас, наступайте. Берите. Хорошо. И наоборот. Просто, первое, все вот так вот, на рынок. Пальше, чтобы это больше будет. Можете поверить. Сейчас еще второй, сделаем вариант. Там просто жиром друг по-другому мерит. Атлета должен в 10% жира. А, ну, это же он почти сухой. Да, да. Поэтому я и говорю. Ну, там, наверное, больше слов будет составить. Это надо по атлету прям перед соревнованием мерить. Ну, там небольшая будет разница. И там и норма будет. Вот он показывает еще норму. Вот, что-то там жировой палет на счет. Добавим. Чтобы она сюда не добавилась. Спиртовыми обезжиривают их. То есть, предполагается, что у атлета сколько там процентов? 10. 10? Ну, вот тут у нас в инструкции там написано. Для атлетов это 10% жира. Такое отлеты. Атлеты. Все. Даже стандартные. Также мы ради не убираем. 24. 21. 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 22. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, посмотрите, в общем. Скорее всего, это будет скан. Вот такие мои показатели. В конце я переведу их в таблицу. Давайте сейчас протестируем весы и что они покажут в режиме реального времени. Итак, сейчас будем производить сравнение с тем, что показал Bioimpedance. И первое это у нас Picoke. После Bioimpedance я пришел, я не ел ничего. И у Picoke есть две версии приложения. Для пользователей обычных и для спортсменов. И, кстати, Bioimpedance медицинский тоже был на две категории подразделен. Атлетами считаются те, у кого процент жира менее 10. Ну и я так понимаю, что активность, количество тренировок в неделю очень высокая. То есть там свои программы существуют, а пользователи все, условно, у кого там более 10% жира. Поэтому давайте точно так же взвесимся на обычной версии приложения и для спортсменов. Обычная версия. Встаем. 96,2. Там было 96,4. Так. Ладно. Измерились. 15,7% жира. На Bioimpedance показал 12,7% жира. Небольшая погрешность между пользовательской версией и версией для атлетов. Там всего лишь, ну, какие-то десятые доли, они незначительные, они в учет не идут. То есть 12 с небольшим процентов жира у меня на самом деле по медицинскому анализу. То есть кожа довольно тонкая, да, здесь тени не так хорошо падают, чтобы можно было видеть. Грудных у меня нет. Ну, в принципе, процент жира он невысокий. И здесь показал 15,7%. Ладно, теперь переходим в версию для спортсменов. И замеряемся. Встаем. 96,5% уже показал. Ну, дало какую-то небольшую погрешность, непонятно опять же из-за чего. И телесный жир здесь показал 15,8%. То есть версия для обычного пользователя показала даже меньший процент, чем здесь. 15,8% все-таки 3% это довольно существенная разница в сравнении с биомпедансом, на котором было 12 с лишним процентом жира у меня. И количество мышц, само собой, тоже будет меняться. Их сравнение проведу в конце ролика, подводя общие итоги. Ну, сейчас давайте тестируем сразу же дальше другие приложения. Huawei весы. Встать на весы. Поехали. 96,7%. Здесь я еще тяжелее стал. Здесь я стал прям гораздо тяжелее. Ну, телефон сколько-то весит, но я с ним встаю всегда. Так, 96,7%. Доля жира 24,4%, вес 96,7%. 24,4% в сравнении с 12% жира, который у меня по факту, ну, малый, 12% с лишним жира. И то можно меньше, в принципе, будет сделать. Буду отслеживать теперь регулярно биомпеданс и понимать, что уходит, что прирастает. Так будет гораздо легче проводить сравнение между своей формой, между изменениями. И доля жира, но она в два раза превышает ту, которую показал медицинский биомпеданс. Думаю, здесь вывод не нужно делать о том, что, в принципе, излишек мышц, он приравнивается здесь к жиру, вот этим приложением. То есть он считает любой избыток веса как жир и приплюсовывает к этому проценту. Поэтому, соответственно, у меня здесь и сократилось количество мышц наверняка. Основной обмен веществ 2127 килокалорий, а по биомпедансу 2500 килокалорий. И белки, уровень жировой ткани, мышечная масса 70 килограмм. Но это потом тоже сравним в большой таблицу уже, которую я выведу. И сами сделайте выводы, какие весы лучше всего подходят. Так, третья, Xiaomi, последняя, заключительная. Здесь, по-моему, надо просто вставать на весы, я так понимаю. Нет, не так это делается. Вес. Встаем, и, наверное, вес сразу туда уйдет. Да, вес сразу замеряет. 96,8. Я еще больше стал весить. Как ни странно. Оценка тела 48. Индекс массы тела высокий. Жир 25,9%. То есть, более чем в два раза даже превышает мой фактический процент жира. И, соответственно, из этого мы делаем вывод о том, что вот эти два приложения для вот этих весов и конкретно весы угадывают, пытаются угадать мой процент жира. Потому что погрешность в два раза, она недопустима. То есть, как это так? Ты встаешь, ну, представьте, если было бы в весе такая же проблема. Ты встаешь, видишь, что ты весишь 48, а по факту ты весишь 96. Или наоборот. То есть, погрешность в два раза, понимаете, в чем суть? В том, что просто шаблонный механизм, который подгоняет мышцы под жир. И все. Но вот это более-менее точно. Поэтому, когда я делал первый обзор разоблачения именно на пику, которые ко мне в первую очередь достались, я был некорректен, сказав, что это лохотрон. На самом деле, вот это больший лохотрон, в принципе. Здесь более-менее корректные значения. Давайте потом сравним. Я думаю, что вот эти весы действительно что-то делают пику, по большому счету. Поэтому извиняюсь перед создателями. Просто, почему я еще решил это видео перезаписать, опять же, потому что узнал некоторые детали. Как они проводят измерения. Вроде как, точность таких весов не может быть выше, чем у медицинского биомпеданса. Потому что там ты еще берешься за рычаги. То есть, ток проходит через все тело, а не только через низ. И, соответственно, разработчики подразумевают, что ток проходит и действует только на нижнюю половину тела. И вроде бы оттуда берется средний процент жира. То есть, подгоняется уже то, что наверху тело, на самом деле, подгоняется под общий стандарт. Поэтому небольшую погрешность будет выдавать. Но процент жира ног, вроде как, он определяет. И находит что-то среднее между телом и ногами. По стандартной физиологии. Что, опять же, не точно. Полный состав тела это в медицинских условиях, в общем, делается. Теперь переходим к сравнению. Итак, переходим к самой интересной части. Это результаты данного эксперимента. Вот, как вы видите, в принципе, я все перевел в единицы проценты в основном. То есть, сухая масса в процентах измеряется. Жир в процентах. Висцеральный жир. Там просто имеет какой-то индекс во всех весах. Вода в процентах. Обмен веществ в килокалориях. Масса в килограммах. Я все это привел к одной единице измерения, во-первых. Потому что у всех дано по-разному. Где-то показывает, скажем так, массу в килограммах. Массу без жира. А где-то показывает процент мышц. Поэтому я все перевел в проценты. Либо в килограммы. Так как мне удобнее. После таблицы промелькнут здесь результаты. Чтобы вы убедились. Скриншоты будут и с Huawei, Xiaomi, с Picook. И вот эти вот штуки появятся. Давайте сразу. Медицинский биомпеданс. Это у нас первый столбец. И он делится по пользовательской версии. Я ее пометил как чел. Человек. И версия для атлетов, спортсменов. То есть, я пометил ее как атлет. Picook точно так же делится на две версии. Для пользователей и для атлетов. И Huawei, Xiaomi, идет одно общее стандартное приложение. Там нет никаких дополнений. В общем-то, начинаем с самого первого. Во-первых, массу на медицинском биомпедансе показало 96,4 килограмма. При этом Picook показал 96,2. Для пользовательской версии. И для версии для спортсменов 96,5. То есть, откуда-то взялась погрешность 300 грамм. Это довольно много. То есть, 100 грамм, ладно, еще можно поверить, что где-то я там центр тяжести перенес неправильно. Но должны быть точнее данные все-таки. Я считаю, что они не должны отличаться. По крайней мере, это еще всего лишь только масса. Что самое интересное. Потом я перешел и встал на Huawei. 96,7 показала. То есть, добавилась еще дополнительная погрешность. Еще сверху 200 грамм. И затем к Xiaomi 96,8. То есть, в данном случае, ближе всего к результату, в принципе, оказывается Picook. Близко, да, вот исходя из массы, которая показана, общая масса тела. Теперь смотрим процент жира. Медицинский BMP Dance для пользовательской версии показал 12,7% жира. Для версии спортсмена 12,5%. А Picook показал 15,7% для пользовательской версии и 15,8% для спортсмена. В принципе, уже, как вы видите, отличие на 3% как минимум. То есть, здесь разбег довольно большой. 3% все-таки 12,7% жира и 15,7-15,8% жира. Это довольно существенная разница на самом деле. Потому что, исходя из этого, меняется дальше и сухая масса в процентах, и вода, и все остальное. То есть, могу сказать, что за эталон мы в любом случае принимаем медицинский биомпеданс. И Picook у нас в данном случае превышает на 3% процент жира. Huawei 24,4. Ну, здесь вообще они решили все мои мышцы плюсануть к жиру. То есть, 24,4% жира. И к Xiaomi сделали точно так же. То есть, там простейший алгоритм. Просто, если у вас разница, сколько там, рост минус 100. Например, получается, для меня это должен быть вес где-то 91. То все, что свыше, будет плюсоваться уже к жиру. Ну, и поэтому они сделали вывод о том, что у меня вот такой процент жира. На тренированных людей это абсолютно не рассчитано. И, скорее всего, там простейший алгоритм. Huawei, Xiaomi. Пикook, насколько я понял, он чуть-чуть ко мне адаптировался и стал выдавать меньший процент. Я не знаю, как это произошло. Как настраиваются данные программы, я не в курсе, как они работают. Мне сказали, если постоянно на них взвешиваться, то процент жира будет выдаваться все точнее и точнее. Действительно это происходит. Эти коэффициенты постоянно сейчас падают. Но, опять же, они не достигают пока идеальных значений биомпеданса. Хотя я взвешиваюсь каждый день. Сухая масса в процентах. Это 87-34% у меня обезжиренной массы. Для пользовательской версии и для версии спортсмена 87-55. Небольшая разница, опять же. Заметьте, вообще, в медицинском биомпедансе между пользовательской версией и версией для спортсмена практически нет разницы. Ну, небольшая там погрешность. А вот, что касается Пикук, например, тут этот разбег в некоторых местах гораздо больше. Ну, например, даже вплоть до того, что масса определилась с погрешностью 300 грамм. Так, сухая масса 79,9 против 79,9. Ну, здесь сухая масса одинаковая для этой версии и для той Пикук. Huawei тут, понятное дело, меньшая сухая масса показана, потому что мне все это плюсанулось в жир. И, соответственно, тут 72,4-72. Как мы видим, все-таки ближе всего оказывается в любом случае Пикук. Поэтому, к сожалению, они попались мне первыми под руку и на них я сделал разоблачение. Но могу сказать, что другие это заслуживают гораздо больше. Вот, вода в процентах 66,5-66,7. У меня процентов воды в теле. То есть, это нормальное абсолютно значение. У мужчин до 75% это норма по воде. То есть, от 50 до 75% все прекрасно. Я попадаю по нормальным значениям. Пикук показывает, что у меня мало воды 61,2%. Ну, меньше, чем здесь. А Huawei и Xiaomi показывают, что у меня вообще критично мало воды. То есть, 52,9-50,7 на границе нормальных физиологичных значений человека. Не знаю, почему они так показывают, что я в обезвоженном состоянии. Все у меня как бы переходит в жир. Ну, может быть, как-то вот устроено. Это приложение, что... Вообще, если вы заметите, на самом деле, Huawei и Xiaomi примерно похожие результаты выдают. То есть, примерно одинаково. Вот они рассчитаны как раз на, наверное, людей, пользователей, которые вообще спортом не занимаются. Ну, и они, скорее всего, по стандартному какому-то алгоритму это все подбирают. Не знаю, может быть, действительно они потом будут лучше попадать. Может, на них продолжу еще взвешиваться и посмотрю, что произойдет. Может, они тоже откалибруются. Ну, в общем-то, в этом я сомневаюсь. Huawei. Весцеральный жир не показан. И у Xiaomi весцеральный жир 10. Так, это мы далеко, да, зашли. Весцеральный жир с самого начала. Медицинский биоимпеданс 7 против 8 для атлета. Здесь 8 против 7. То есть, плюс-минус одно и то же показывает. Небольшая погрешность для пикука и медицинского биоимпеданса. Huawei не выдавал такого параметра. У них этого нет вообще в приложении. У Xiaomi этот коэффициент 10. 10 индекс весцерального жира. То есть, весцерального жира мне показало больше. Обмен веществ, который мне измерил медицинский биоимпеданс. То есть, в спокойном состоянии, если я ничего практически не делаю, то я трачу 2505 калорий. Для пользовательской версии и для версии спортсмена 2511 калорий. Это не значит, что если я занимаюсь или не занимаюсь, тратится там на 6 калорий больше. Это значит, что это мой базовый обмен веществ. Вот примерно 2505-2511. Пикок установил другой диапазон. 2122-2125. То есть, из-за того, что у меня меньше мышц, по их версии, и больше жира. Из-за этого мой обмен веществ хуже должен быть. На 350 калорий. Которые может сжечь организм. И, соответственно, Huawei выдал значение 2127, что, в общем-то, похоже на Пикук. И Xiaomi выдал совсем низкое значение 1967. То есть, вот с точки зрения обмена веществ, Пикук и Huawei примерно одинаково мыслят. То есть, подгоняют под какую-то там формулу. Скорее всего, на процент жира, на количество мышц не обращается внимания. Потому что там у меня под 80, по версии Пикук. А здесь 72 всего лишь процента. И погрешность у них небольшая. Поэтому, я думаю, они высчитывают обмен веществ именно просто на общую массу. Не берут в расчет то, что там, если у вас больше жира и меньше мышц, то у вас медленнее обмен веществ. А если у вас больше мышц и меньше жира, то быстрее обмен веществ. Этих погрешностей не уточняется. Вот данными программами, насколько я вижу, у Пикук и у Huawei примерно одинаковые значения показывают. Поэтому, общие выводы, которые я могу сделать, заключаются в том, что у Пикук вроде бы есть какой-никакой вшитый алгоритм, который что-то способен измерять. Потому что я пробовал вставать в носках и без носок. И, соответственно, там то выдавались эти значения процента жира, костной массы и всего остального, то не выдавались. Если я в носках, допустим. То есть оно, опять же, способно распознавать плотность веществ, по крайней мере. Может быть не плотность, но, по крайней мере, термодатчик там точно есть. То есть что-то теплое прислоняется, значит это тело. Поэтому я могу сказать, что поспешные были мои выводы о том, что это обычные весы, напольные, ничем не выдающиеся, ничего в них нет, никаких технологий. Могу сказать, что есть. По крайней мере, они отличают, когда вы стоите в носках и без носок, это уже о чем-то говорит. Ну и плюс был небольшой эксперимент с водой, с ведром воды, с пакетом алюминия, в котором было 6 килограмм. Я вставал, и когда я вставал с металлом на эти весы, прибавлялись сухие мышцы. А когда я вставал с ведром воды, прибавлялся только жир. То есть из этого уже можно, в принципе, сделать вывод о том, что плотность веществ так или иначе они способны считывать. Вопрос в том, с какой точностью. Поэтому, если вы хотите дальнейших каких-то тестов для этих весов, то могу их предоставить. Пишите, поддерживайте данную идею. Могу сказать мое мнение. Раз в месяц лучше всего проходить биомпеданс медицинский, либо купить себе пикук, ну в крайнем случае, и на него ориентироваться. Возможно, он как-то корректируется в процессе пользования. Я не знаю, по крайней мере, мне так сообщили, в общем-то, эта информация от разработчиков. Что если им долго-долго пользоваться, то он скорректирует эти значения под настоящий ваш процент жира. И, как я вижу, в принципе, процент жира падает. То есть, вот если обратить внимание на то, что с самого начала было, какая большая погрешность и какая сейчас, то, ну, скорее всего, он как-то улучшается. Хотя не знаю, с чем это может быть связано, как программа способна сама по себе обучаться. Но это уже вопросы к разработчикам. Могу сказать, что пикук более-менее будет попадать в эти значения. Опять же, они не будут идеальными. Они будут по прикидкам, ну, скорее всего. Но он ближе, чем другие, в общем-то, весы. С точки зрения определения массы и со всех остальных других показателей, по крайней мере. То есть, плюс-минус он попадает. Но, опять же, как это объясняют разработчики? Они это объясняют тем, что, вот, обратите внимание, медицинский прибор, на который я вставал, он фиксировал импульс, еще и который проходит по рукам. То есть, я брал в руки две ручки и их держал в этот момент. Здесь же этих ручек нет. Поэтому разработчики говорят, что сканируется только нижняя половина тела. А нижняя половина тела может иметь там больший или меньший процент жира. И по нему уже будет равняться и верхняя половина тела. То есть, высчитываться будет среднее значение. Хотя, опять же, отложение жира может быть разным в разных регионах тела. Поэтому с точностью это не будет ничего показывать. Только, возможно, какое-то усредненное значение, которое обычно получается, когда человек с определенным процентом жира в ногах встает на эти весы. Это если, опять же, взять за идеал ту ситуацию, что они действительно работают и оснащены таким вот сканером. Не знаю, поэкспериментирую, может, сделаю конкретные выводы, есть ли там этот сканер. Но пока могу сказать, что вот если из трех весов выбирать, то я выбрал бы пикук. Поэтому перед пикук извиняюсь. Они не самый плохой на рынке умных весов товар. Но пока стоит доказать, опять же, что они действительно работают. Поэкспериментировать с различными плотностями, попробовать провести эксперименты над своим телом. Слить лишней воды, допустим, потерять на тренировке, прийти взвеситься, записать показатели. То есть разные опыты можно провести и сделать вывод о том, могут ли они что-то считывать. Даже если могут, погрешность довольно существенная. Медицинский биомпеданс рулит. Ориентируйтесь всегда на него. Один раз в месяц можете проходить. Любой себе, скорее всего, может позволить. В принципе, на этом все. С вами был Йети. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok